Как много видов кармы существует? Есть несколько методов, несколько вариантов, как можно ответить на этот вопрос. В Багавадгите обсуждается три типа кармических ситуаций. Я сейчас их перечислю. Первая называется карма, вторая – викарма, а третья – акарма. Можно сказать, что это три состояния в отношении кармы. Базовая карма означает материальную деятельность. На самом деле, классические, в соответствии с Багавадгитой, это означает материальная деятельность, которая осуществляется в соответствии со стандартами, которая делает в соответствии со священными писаниями. Но это материалистичная деятельность. Например, сейчас проходит лунный месяц Катьяйни, и в этот месяц молодые девушки, незамужние, но они следуют ведической традиции, чаще всего в лилах Кришны, незамужние гопи, они поклонялись полубогине Катьяйни для того, чтобы получить хороших мужей. А в случае с гопи, они хотели получить Кришну в качестве своего мужа. Но другие молодые девушки, обычные молодые девушки, они могут поклоняться Катьяйни, которая является формой дурги, для того, чтобы получить хороших мужей. Это материалистичная деятельность. Получить хорошего мужа, который может обеспечить их деньгами. Это определенно материалистичная деятельность. Но это религиозный материализм. И в этом контексте вот этот термин карма, как описывается в Бхагавадгите, он именно это и обозначает. Можно, конечно, это термин и в других используют смыслах. Викарма означает очень материалистичная, греховная, очень греховная деятельность. Законная материальная деятельность. Отвратительная деятельность. Как, например, вместо того, чтобы поклоняться Катьяйни, чтобы получить хорошего мужа, молодая девушка может просто пойти на дискотеку или в бар и попытаться там снять какого-то парня и заняться с ним незаконным сексом с надеждой на то, что этот парень на ней потом женится. Вот это называется викарма, подход в стиле викармы, подход к той же самой идее, как мы уже говорили в первом случае, когда девушки поклонялись Катьяйни, чтобы получить хорошего мужа. Викарма – это очень отвратительная деятельность, материальная деятельность, которая совершается не в соответствии со священными пристаниями. И есть еще акарма. Третья – это деятельность, которая осуществляется для удовольствия Кришны. Поэтому акарма означает без кармы, нет кармы. Вот такие три аспекта кармы, можно сказать, существуют. Они так описываются в Бхагавангите.